МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Приятно, что вы тут со мной и что мы можем вместе с вами продолжать наше исследование библейских предсказаний. Я также приветствую тех, кто с нами в телеканале «Надежда» или телеканал «Надежда. Украина». Я получаю много сообщений от людей, которые смотрят в разных странах мира, даже на разных континентах. Тоже их приветствуем. Пишите нам оттуда, где вы смотрите данные канала, будут на экране по окончанию нашей программы сегодня. В нашей следующей программе мы будем смотреть, что же за предсказания есть в книге «Откровения». Мы откроем 20 главу и посмотрим те предсказания, которые заглядывают еще дальше, за грань 2012 года. Посмотрите, в пятом стихе сказано. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится, тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая не имеет власти». Что же это за предсказания? Что же это за воскресенье, о которых записано в книге «Откровения»? «Последней пророческой книги Библии». Об этом будет в нашей следующей программе. «Последней пророческой книги Библии» «Последней пророческой книги Библии» «Бörящая книги Библии» Субтитры создавал DimaTorzok Не наче хмари розженеш заждання, Щоб промінь віри очі поскрес. Я знаю, чуєш ти мої плагання, Коли під нашу погляд до небес, Не наче хмари розженеш заждання, Щоб промінь віри очі поскрес. Я знаю, чуєш ти мої плагання, Коли під нашу погляд до небес, Не наче хмари розженеш заждання, Щоб промінь віри очі поскрес. Невозможна йти вперед, якщо ми не знаємо свій маршрут. Именно поэтому Христос, собрав Своїх учеников, посадив їх рядом с Собой, Показыває їм путь вперед, Открыває перед ними панораму будущего. Ми з вами на протяжіні прошлих программ рассмотрели многие з тих предсказань, Которі нашли своє исполнення в історії міра. Давайте попробуємо вспомнить. Мені кажучи, у нас їх вже стільки багато з вами, Що, навіть, навіть мені потрібна шпаргалка, Щоб їх не забыть і перечислить поочередно. Але я думаю, з вашей помощью ми вспомним все те девять, о которых ми з вами говорили. Давайте вспомним. Первое – це разрушений храм. Второе – лжехристы. Третье – войны. Четвертое – голод. Пятое – мори і болезни. Шестое – землетрясення. Седьмое – мерзость запустення. Восьмое – народ Божий, подвергающееся преследованиям. И девятое – беззаконие, растущее в этом мире. И по причине беззакония ослабевающее, охладевающее любовь друг к другу. Но сегодня я нахожу следующее предсказание. Предсказание номер десять. Когда Христос непосредственно отвечает на тот вопрос, который был задан учениками. Вы помните, как они спросили его конкретно? Скажи нам, когда это будет и когда будет кончина века этого? Посмотрите, в этом предсказании Христос говорит следующее. «И проповедано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда, он говорит, что произойдет? Придет конец». Именно в этом десятом предсказании Христос указывает на одно из главных событий, которое предшествует к концу истории этого мира. Поэтому, я думаю, для меня не безразлично. Точно так же, я думаю, и для вас, и для учеников, которые сидели рядом со Христом, что же это за проповедь Евангелия. Само слово «Евангелие» несет в себе значение доброй вести. Мы любим с вами, когда нам приносят добрую весть, так ведь? Мы любим, если письмо приходит хорошее. Нам нравится, если люди приходят и говорят нам что-то доброе, приятное про наших детей, про нашу семью. Христос, смотря на будущие поколения, говорит своим ученикам, этот мир, который окажется в беззаконии, подверженный кражам постоянным, распространением эпидемии, спиду, алкоголизму, всякого рода инфекциям, этот мир достоин того, чтобы перед самым завершением истории мира услышать благую весть, добрую весть. И поэтому мне сегодня интересно, в чем же заключается эта благая весть, эта добрая весть, которая должна прозвучать в самом конце истории этого мира. И если мы слышим с вами эту добрую весть, то значит конец близок. Я с вами обращаюсь, отталкиваясь от Евангелия, от Матфея, мы идем с вами к последней книге Библии, потому что я здесь вижу тесную взаимосвязь с этим десятым предсказанием и смотрю, как же оно исполняется. Мы видим с вами Иоанну, который сидел рядом со Христом, когда Христос давал те самые предсказания, которые мы с вами изучаем. В завершении его жизни было дано откровение. Когда он был на острове Патмос, был в изоляции, был преследуем, ему дано откровение. И посмотрите, что он видит. Он говорит, и увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел, что он имел? Посмотрите, вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому, он говорит, племени, и колену, и языку, и народу. Посмотрите, как мы видим мост, построенный в Священном Писании между Евангелием от Матфея, то, что говорил Христос, и то, что показано Иоанну. Когда Иоанн получил это откровение? В какие годы он писал это? В 90-е годы примерно первого столетия. Сколько это времени прошло с тех пор? Мы знаем, по крайней мере, чуть ли не две тысячи лет прошло с того момента. Но ему дано видение того, что будет происходить перед самым окончанием истории этого мира. Он говорит, ангел, который летит, чтобы возвещать по всем континентам, и в Индии, и в Китае, и в Мексике, и, конечно же, в Украине, и, конечно же, в России, он говорит, он имеет вечное Евангелие. И посмотрите, как дважды в этом предсказании используется это понятие доброй вести. Само слово Евангелие означает добрая, благая весть. Да еще этот ангел, он же еще и благовествует. То есть настолько он переполнен желанием, чтобы мир знал, что есть добро, есть возможность вырваться из этого зла. Не надо жить в этом страхе, не надо на себе нести эти бремена постоянно. Ангел несет эту весть. Давайте посмотрим, в чем же смысл вести этого первого ангела. Там, оказывается, было больше, чем один. Но давайте посмотрим каждого поочередно, по отдельности. Первый ангел. Весть его звучит по всем континентам, по всей земле. Что же он возвещает? Первое, он говорит, убойтесь Бога. И, наверное, вы скажете, ну это совсем не благая весть. Ведь весть убояться Бога не может быть доброй. На самом же деле в оригинале используется слово, означающее почтите. Покажите почтение к своему Богу, что у вас есть Бог, которому вы служите. Бог, который сотворил этот мир. Вот, оказывается, с какой вестью летит этот вестник через небо по всем континентам. И я задумываюсь и спрашиваю себя и вас. Скажите, в какую примерно эпоху мир отворачивается от Бога? Когда люди начинают искать иные корни появления цивилизации и мира этого. И мы с вами видим не так давно развитие или распространение дарвинизма, теории эволюции. Наши дети, которые ходят в школы сегодня и учат то, что мир имеет эволюционное, постепенное развитие из низших форм к высшим формам. Мы с вами, может быть, сами учимся в университетах, кто здесь сидит. Или, может быть, наши дети или внуки идут в университеты. Чему они учатся там? О том, что наш мир есть саморазвитие жизни на этой земле. И тогда мне становится понятно, почему именно в завершении истории этого мира Иоанну, который жил две тысячи лет тому назад, Господь через это видение дает предсказания и говорит, мир должен, будет услышать весть о том, что нам надо почтить Бога нашего. Нам надо признать Его верховенство над этим миром, над моей жизнью, над моей семьей, над моим будущим. И поэтому эта весть не весть устрашения, убойтесь Бога. Это весть возвращения нас, каждого и нашего мира к тому, чтобы признать поистине, этот мир не есть случайность. Этот мир есть задуманный Творцом, сотворенный нашим Богом, прекрасный мир, имеющий смысл, цель и будущее. Я вижу, ангел продолжает эту весть, первый ангел, летящий посередине неба и говорит, и еще воздайте ему славу. И мы спрашиваем, а что же доброго в этой вести звучит? И я вспоминаю, что Моисею очень хотелось увидеть славу Божию. Вы помните? И он пришел к Богу, когда беседовал с Ним и говорит, покажи мне славу Твою. И Господь дает ему откровение его славы. В чем это проявилось? Бог открывает перед ним качество своего характера. Он говорит, я Бог милостивый, Бог долготерпеливый, Бог все прощающий. И мы видим, как слава Божия открывается в проявлении качеств его характера. И поэтому ангел, летящий посередине неба, в завершении истории этого мира, говорит, мы, поколение, живущее на закате истории этого мира, должны в своей жизни показать отражение его характера. Мы должны помнить, когда нам муж нагрубил, мы должны не отвечать грубостью. Когда дети отвечают зло, мы должны ответить добром. Когда нам не проявили милость, от нас ожидается проявление милости. Потому что любовь и милость гораздо сильнее, чем зло в этом мире. И поэтому ангел летит посередине неба и говорит, в это время, конца истории мира, вы должны прославить своего Творца тем, что в вашей жизни, в ваших семьях и в обществе проявится характер Божий. Но есть и весть предупреждения в этих словах. Он говорит, будьте готовы. К чему готовы? Он говорит, потому что наступил час суда его. Но мы говорим, ну вот это уже точно, наверное, недобрая весть для нас. Потому что суды мы не любим, давайте согласимся. Мы не любим вообще, если кто-то где-то с кем-то судится. А тем более, если это нас касается. Так ведь? И если речь о том идет, что настал час суда его, значит, наверное, это имеет отношение к моей жизни какой-то. Я думаю, Иоанну, который жил две тысячи лет тому назад, дается откровение, что в конце истории этого мира наступает суд. Судный день, судный час, суд Божий. В чем же заключается смысл этого судного часа и судного времени? Я вновь обращаясь к книгам Ветхого Завета, я вижу, оказывается, от самого начала, когда Господь дал повеление Моисею построить этот маленький храм переносной еще в пустыне в Ветхом Завете, Господь дал ему повеление, чтобы приносили в этот храм жертвы и сжигали на жертвенники. Должен сказать, что в то время жертвы приносились разным богам. Вы знаете, язычники тоже приносили свои жертвы. Скажите, почему и для чего язычники приносили жертвы? Наверное, для того, чтобы задобрить своих богов, для того, чтобы боги отвели грозу, для того, чтобы боги дали хороший урожай, для того, чтобы боги защитили их от врагов, которые их окружают. Неужели и бог Яхве, бог библейский Ветхого Завета, тоже нуждался в том, чтобы его задабривать? Оказывается, нет. Господь, обращаясь к Моисею и давая указания относительно этого храма, говорит ему, «В народе, в твоем, если согрешит человек, и кто-то обманул соседа своего, или кто-то взял тот урожай, или часть того урожая, которому ему не принадлежит, то он будет испытывать чувство вины. Скажите, вам понятно, что такое чувство вины? Еще у нас сохранилось чувство вины, или, может быть, наша совесть настолько уже успокоена, что и чувство вины нам не знакомо? Но я думаю, большинству из тех, которые сегодня в этом зале, чувство вины понятно и чувство вины знакомо. Когда мы кого-то по отношению к кому-то не проявили справедливость, наверное, ложимся спать и чувствуем, что не спится. И, наверное, и подушка не такая мягкая, как была раньше, и, наверное, и одеяло не такое удобное, и мы ворочаемся с бока на бок, потому что чувство вины гнетет нас внутри. И Господь говорит, вот тот человек, который совершил это, этот грех, этот обман, эту ложь сделал, он должен взять, пойти из стада своего ягненка маленького. И пусть он возьмет этого ягненка и приведет его во двор этого храма. И придя во двор этого храма, пусть позовет священника, и возложат руки на голову этого ягненочка, и перенесут вину этого человека за грех, который он совершил, на это беззащитное, несчастное, ни в чем не повинное животное. И мы думаем сегодня, почему же это было необходимо? Потому что согласно вселенскому принципу возмездия за грех, что? Смерть. Поэтому человек, совершивший этот обман, должен был умереть. Но чтобы ему остаться живым, он должен был, перенеся грех на это беззащитное животное, взять нож и вместе со священником перерезать горло этому животному, чтобы полилась кровь оттуда, убить это животное. И животное умирает, ягненок этот умирает не за свои грехи, не за свои преступления, а за грехи и преступления этого человека. После этого ягненок сжигается на алтаре в жертву искупления или в жертву примирения. Таким образом, мы сегодня видим, как Бог предусмотрел, чтобы через все поколения, через все века до того, как придет Агнец Божий, каждый человек, совершивший любого рода грех, должен был в своем сознании знать, что придет Агнец Божий, который потом возьмет на себя совокупность всех грехов мира этого. Потому что кровь этого Агнца сама по себе не могла смыть эту вину, должен был прийти Сын Божий. Но мы знаем, что изо дня в день сотни и сотни, если даже не тысячи, приходили и приносили свои грехи, перекладывали на это животное, и кровь этих животных заносилась в храм. И накапливалось таким образом преступление всего того общества за весь период в течение всего года. Но Господь предусмотрел один день, так называемый судный день или день очищения. В чем был смысл этого дня? Посмотрите, как Господь дает указание. И он говорит, и очистит он святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. Что же делал священник? Священник один раз в год должен был принести особую жертву, которая очистит всю скинию, и святое святых от всех грехов, которые накопились за весь год. Затем он выносит эту вину и эти грехи, и возлагает руки свои на одного из двух козлов, который становится носителем всех грехов, накопившихся за весь этот период времени, и его уводят в пустыню. Как называли этого козла? Козел отпущения. И, наверное, неудивительно, что сегодня многие люди даже не знают всего этого библейского значения, но если их кто-то обидел, и они не чувствуют своей вины, они говорят, меня сегодня сделали козлом отпущения, говорят. На самом деле все это возвращает нас к судному библейскому дню, дню очищения, когда священник совершал процесс очищения храма от всех грехов. И мы смотрим, как Даниил, который видел храм, который находился в запустении, смотрел на свой народ, который был в плену, и он задавался тем же самым вопросом, когда же произойдет это очищение? И посмотрите, что говорит ему вестник, явившийся ему от Бога. И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, то есть на две тысячи триста дней, и тогда святилище, что с ним будет? Очистится. А видение это относится к какому времени? Обратите внимание, к концу времени он говорит, то есть не ко времени Даниила, когда храм был восстановлен позже, не ко времени Ирода, когда Христос пришел совершать свое служение, а вестник Божий говорит, это относится к самому концу истории мира, произойдет очищение святилища, и это будет знаком конца времени. И мы с вами сегодня должны окунуться чуть глубже в историю и посмотреть, что же это значит для нас, живущих сегодня в 21 веке. И я спрашиваю закономерный вопрос. Две тысячи триста дней по библейским пророчествам означает две тысячи триста лет. Когда же начинается этот период в две тысячи триста лет? И куда он нас ведет? Давайте найдем ответ на первый вопрос. Я вижу, и вестник Божий отвечает, начало этого периода будет в год указа о восстановлении Иерусалима и храма. Тогда у меня возникает нормальный следующий вопрос. А когда был издан этот указ? И я с вами иду в историю, открываем книги по истории и видим, оказывается, этот указ был издан Артаксерксом в 457 году до Рождества Христова. Запомнили этот год? Какой год? 457 год. Вы любите историю? Я люблю историю. И в школе любил всегда историю. Математику не любил, алгебру не любил. Историю всегда любил. 457 год до Рождества Христова. Следующий вопрос у меня тогда возникает закономерно. А когда закончится этот долгий период в 2300 лет? Если он начался в каком году? В 457, но до Новой Эры. Значит, когда он должен закончиться? Я делаю свое исчисление. Мы признаем этот нулевой год. Приходим к 1844 году. Скажите, давно этот был год? Сколько лет назад? Ну, примерно 150-160 лет тому назад. Мы видим, оказывается, это пророчество, которое было дано Даниилу, ведет нас к нашему времени. Иоанн, который видит этого ангела, летящего посередине неба, и говорит, ибо начался, ибо пришел час суда его, говорит, оказывается, о нашем времени. О том времени, когда исследователи Священного Писания начинают заинтересоваться вопросом, что же это за святилище. Некоторые из них приходят к заключению, что это будет земля очищена. Что это будет пришествие Христа в этот мир. И они ждут его пришествия в 1844 году, готовятся к нему. Многие из них настолько искренне и убеждены в этом. Продают свое имущество. Оставляют свои работы, не делают никаких заготовок даже на зиму, думая о том, что святилище это и есть наша земля, которая должна очиститься пришествием Христа в этот мир. Но мы видим и спрашиваем сегодня закономерно, вместе с теми, кто ожидали пришествия в 1844 году, какое же это святилище будет? Ведь то святилище, которое было в пустыне, его нет. Святилище, которое было у Соломона, оно разрушено. Святилище, которое Ирод построил, мы с вами даже изучали в наших предсказаниях, что с ним произошло. Оно разрушено было Титом, и самого здания даже нет сегодня. Когда Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась надвое, присутствие Божие покинуло этот Иерусалимский храм. Что же это за святилище, которое очистится? И тогда мы начинаем с вами вспоминать, обратившись к самому началу, что оказывается, когда Господь давал указание, еще Моисею о святилище, то все эти планы даже и все эти чертежи и схемы были по принципу и образу небесного святилища. Того святилища, которое апостол Павел называет не рукотворным, не людьми построено, а святилище, которое в небе, то святилище, которое представлено было в этой слабой человеческой форме здесь на земле. Оказывается, это святилище единственное, о котором можно говорить и его очищение. И мы тогда обращаемся опять к Библии и видим апостол Павел, говоря об этом судном дне. Он говорит, мы с вами, кого имеем? Посмотрите, имеем первосвященника. И первосвященник, естественно, может быть назван первосвященником, только если он совершает служение в храме. Он же великий, прошедший небеса. Иисус, Сын Божий. И мы видим, как раскрывается план спасения. Тот Иисус, который стал агнцем на кресте Голговском, завершив свое служение на земле, облачается в ризы первосвященника, чтобы теперь в небесном храме продолжать служение искупления нас для вечности. Когда он принял на себя этот грех, так же, как эта овечка, которая принимала на голову свою все эти грехи, и они были совокупно накапливаемы в святилище земном, точно так же Христос, приняв на себя мой грех и ваш грех, продолжает служение первосвященника, но теперь уже в небесном святилище, где каждый день он принимает на себя то наше раскаяние, покаяние, с которым мы приходим за каждый совершенный грех. И этот судный день, когда открывается моя жизнь, и представлена она пред алтарем Божьим, я спрашиваю себя тогда, а зачем нужен этот суд? Кому же нужен этот суд, если Христос меня уже искупил, Бог есть Бог милостивый, кому нужен этот суд? И я тогда вспоминаю, что столько есть злоупотреблений судами здесь на земле. Я недавно просматривал статью, вижу человек, к примеру, в Соединенных Штатах, 22 года тому назад был осужден за изнасилование. Отсидел 22 года, но группа его знакомых и друзей начинает искать тех, которые могли бы на основании новых открытий в области ДНК доказать его невиновность. Не потребовалось долго времени, чтобы пришли результаты этого анализа, которые доказали, человек этот был совершенно обвинен несправедливо. 22 года он отсидел в тюремном заключении, не совершив никакого преступления. И он получает освобождение, когда к нему приходит судья и говорит, простите, пожалуйста, мы сделали ошибку, вы теперь свободный человек, можете идти. Могут ли быть допущены такие ошибки в судьбах людей, когда дело касается вечности? И я думаю, этот вопрос относительно справедливости суда, он, наверное, не только в Америке и не только в Техасе. Я думаю, в Украине, наверное, возникает этот вопрос. И может быть, сегодня люди отбывают свои наказания несправедливо, не совершив преступления даже. А дело, когда касается моей вечной жизни, то, наверное, Господь желает, чтобы не было ни у кого сомнений, ни у кого не было вопроса, когда мы смотрим на своего знакомого и говорим, да он же ходил в церковь, да, да, он же был христианином, он назывался христианином, а почему же его нету в Царстве Божьем? И тогда возникает вопрос, а может быть, Бог несправедлив? А может быть, Бог допустил ошибку? И для того, чтобы перед всей Вселенной показать, что Бог справедлив, и Бог любвеобилен, и всякий, лишившийся Царства Божия, на самом деле, сделал этот как личный выбор, отвернувшись от воли Божьей, отвернувшись от Его откровения, избрав свой путь неповиновения, лишается права на жизнь вечную. Вот для кого нужен этот суд. Оказывается, он для нас нужен, для того, чтобы мы знали, Бог справедлив, Бог не допускает ошибок. И поэтому Христос стоит перед этим алтарем в это судное время, следственного суда, который начался по истечению периода 2300 лет. И он стоит теперь, как апостол Павел говорит, обратите внимание, не с кровью козлов и тельцов, но с какой кровью он стоит? Со своей кровью. Однажды вошел во святилище и теперь приобрел нам, что с вами? Вечное искупление. Он теперь говорит о своей крови. Он говорит, если Мария ей виновата, я знаю, она раскаялась в своем грехе. Если Ольга совершила преступление, если Петр отвернулся от своей жены, если Николай обманул и украл, я знаю, они раскаялись в своих грехах. И теперь, раскаившись, я знаю, они ищут моего искупления. Поэтому я умирал на Голговском кресте, чтобы дать им прощение. И он теперь, я хочу вас вернуть опять на минуту в тот судный день древности, когда священник, совершив это жертвоприношение, вновь снимал эту одежду, забрызганную кровью, и надевал новую одежду. И я вижу, как Христос, совершив это искупление, и оправдание наше становится не просто нашим первосвященником, а становится нашим ходатаем. Посмотрите, как Иоанн об этом красиво пишет. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, что мы тогда имеем? Кого мы имеем? Ходатая, он говорит, перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он говорит, что Христос теперь не просто наш первосвященник, а заступник наш. Тот, который говорит, я знаю, я знаю твою жизнь, я знаю твои слабости, я знаю твои искушения, поэтому я готов стать и защищать тебя. Я готов перед всей вселенной сказать, что ты раскаялся в своих грехах, и в этот судный день я становлюсь, говорит Христос, твоим защитником. Вот в чем великая, добрая, славная весть судного часа, которая звучит по этому миру. Но этот же ангел говорит, посмотрите, поклонитесь еще сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И я думаю, где-то я слышал эти слова, почему они такие знакомые для меня. И я возвращаюсь к закону Божьему и слышу в четвертой заповеди, помни день субботний, помогите мне прочитать этот текст, чтобы светить его, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю. Ангел, летящий посередине неба, говорит, в этом повиновении закону Божьему, включая и соблюдение дня субботнего, вы утверждаете, что вы поклоняетесь, что значит поклоняетесь? Служите тому, кто сотворил и небо, и землю. Он вновь возвращает нас к закону святому, вечному, данному нам Богом для нашего же спасения. И поэтому, когда в пятницу вечером, перед наступлением нового дня, при заходе солнца, мы с вами признаем Бога как нашего Творца, принимая покой субботнего дня, мы тем самым слышим эту весть первого ангела, и мы знаем, в этом мы прославим Бога, и в этом мы покажем, что мы живем в то время, когда близко завершение истории этого мира. А за ним летит второй ангел и говорит, пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда напоил все народы, ангел второй, который следует за первым. И я думаю, подождите, Вавилон, Вавилон давно упал, так же? Я вспоминаю эти руины, которые напоминают о том древнем, историческом Вавилоне. И тогда я думаю, а, наверное, это тот древний Вавилон, в котором люди поклонялись Солнцу, в котором служили всем этим языческим богам, языческим богам всех народов, окружающих их со всех сторон. А значит, есть духовный Вавилон. И я думаю о том, как сегодня ангел летящий посередине неба, этот второй ангел говорит, в этом духовном Вавилоне, в котором оказался мир, произошло смещение, смешение языческих обрядов и христианской истины. Это то вино, блудодеяние, когда человек, напившись, теряет способность правильного выбора, теряет способность знать, где его жена, а где соседка. Для него все одно. Все это перемешивается от этого блуда и вина в его сознании. То же самое ангел говорит, произошло и в христианской церкви сегодня, когда люди, напоенные этим обманом, потеряли представление о том, что есть святая истина, а что есть человеческие обряды и возвращение к служению Бога Солнца. Бога Солнца, когда в воскресный день, вместо того, чтобы в субботни люди идут на поклонение, тем самым показывая, что они потеряли понимание, где же есть откровение истины Божьей воли. Я вижу это падение Вавилона, когда церковные предания стали выше, чем Слово Божье. Посмотрите, я вижу на публикации Одесской епархии Свято-Троицкого собора. Пишет можно даже сказать автор церковь могла бы обойтись без писания, но не могла бы существовать без предания. Я думаю, справедлива эта весть второго ангела, летящего по небу и говорящего время близко. Пал Вавилон духовный сегодня, который в себе объединил язычество, человеческие традиции и предания, заменив чистоту, простоту и истину Святого Слова Божия. За ним следует третий ангел и говорит, а теперь, когда произошло это падение Вавилона, кто поклоняется зверю, образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Он говорит о звере, о звере, который служит дракону, дракону древнему, Люциферу, дьяволу, восставшему против Бога, против Божьей воли и против откровения истины в этом слове. И он говорит, это будет очевидно, если вы идете во след этому зверю, то вы делаете то, что зверь от вас желает. Вы тем самым отворачиваетесь от того, что Бог желает видеть в вашей жизни, ваше поведение, ваша вера, все свидетельствует о том, что вы приняли на себя этот обман дьявольской лжи относительно Божьего закона, Божьей воли и Божьего спасения. Пал, он говорит, говорит Вавилон, и это ярость, это не Божья воля, когда Содом и Гамора, сотворенные Богом, были уничтожены огнем. Бог не желает смерти грешника, но возмездие за грех, что? Возмездие за грех смерть, и поэтому избрав путь противления Богу. Мы сегодня с вами видим, как Содом и Гамора были уничтожены Божьим гневом, но есть добрая весть, послушайте дальше, в этом же тексте, помогите мне прочитать его вместе громко, «А дар Божий жизнь вечная». Давайте еще раз, но только громко. «А дар Божий жизнь вечная», как Христос подошел к могиле Лазаря и сказал, «Лазарь, выйди вон, потому что я хочу тебе дать этот дар жизни вечной». Вот в чем заключается эта добрая весть ангела из Откровения, который говорит нам о том в этих же стихах, он говорит, «Я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых что у них? У них не начертание зверя». А что у них? Помогите мне. Что у них? «Имя Отца их Небесного написано на лицах их, отражается в их поведении, отражается в их поступках, во всем, что они не делают, в повиновении воли Божьей, во всем виден характер Божий. Они стоят на этой горе, и что они делают на этой горе? Поют песень новую. О чем они поют? Они поют о том, чтобы Господь смог вырвать их из этого зла. О чем они поют? О том, что Господь дал им силу победить грех и преступление в этой жизни. О чем они поют? О том, что они несли бремя вины своей жизни, но Господь дал им освобождение. Послушайте слова этой песни. Я хочу, если мы не можем петь, и я небольшой певец, должен признаться, но мы можем прочитать их вместе. Давайте прочитаем. И поют новую песнь, говоря, ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и мы будем царствовать на земле, на этой новой земле. Вот чем эта новая песня. Среди моих знакомых есть женщина, которая попросила меня однажды встретиться с ее сыном и помочь ее сыну в изучении Библии. Я с радостью откликнулся, мы с ним встречались, встречались у меня и в офисе, я домой к нему приезжал. И когда у нас была назначена очередная встреча после обеда, звонит утром его мать и говорит, сегодня утром он ехал в школу, произошла авария и он погиб. Он разбился. Ему оставалось доучиться две недели, чтобы выпуститься из школы. Я не могу представить себе повторение этого дня хотя бы еще раз, потому что через несколько часов я был в доме у них. Я сидел с этой матерью, которая потеряла молодого, красивого, здорового сына. Я был на этих похоронах, когда мы хоронили молодого человека, который интересовался Библией, который хотел знать больше о Слове Божьем. похоронив его, я стал пороведовать эту женщину все чаще и чаще, поскольку у нее еще трое других детей. Мне хотелось, чтобы мы, когда супруга, идем к ней, как-то ее поддержать, как-то ее ободрить. И приходя к ней домой, встречаясь с ней, я видел, как Господь ей давал утешение. День за днем, неделя за неделя проходили, она мне говорила, я знаю, он любил Бога. Я знаю, мой сын хотел знать больше о жизни вечной. Я знаю, что я могу доверять этим обещаниям, что Господь его пробудет. И поэтому она мне говорила, когда я просыпаюсь по утрам, я открываю эти духовные песнопения, она говорит, и начинаю петь. Если я не начну петь, то мне тяжело через этот день пройти. А я открываю, начинаю петь о том, что Господь придет скоро. Я начинаю петь о том, что Он моего сына спасет. Я начинаю петь о том, что Он пробудет его к жизни вечной. Я начинаю петь о том, что мой сын будет со мной во всю вечность. В этом, она говорит, моя радость жизни сегодня. В этом моя песнь каждый день. И я знаю, друзья, придет день, когда Христос и нас с вами пригласит к тому, чтобы мы с вами могли петь эту новую песню спасения. Я ищу тебя от раннего утра и спешу опять благодарить тебя. Знаю, жизнь моя всегда в твоих руках, и это не в мечтах. Я буду в небесах, мне не объять доброты твоей, мне не постичь милости твоей, мне не забыть. Мне не забыть, как меня любят, ты умер за меня, оставив небеса. Я люблю тебя и всей моей душой, и всей моей душой. Я желаю быть спаситель мой с тобой. Верю в жизнь мою, всегда в твоих руках, и это не в мечтах. Я буду в небесах, я буду в небесах, мне не объять, на броты твоей, мне не постичь. Милости твоей мне не забыть, как меня любят. Ты умер за меня, ты умер за меня, оставив небеса. Я буду в небесах, Мне не объять доброты Твоей, Мне не постичь милости Твоей, Мне не забыть, как меня любят. Ты умер за меня, оставив небеса. Ты умер за меня, оставив небеса. Когда я был подростком, мне очень нравилось произведение, которое, я думаю, хорошо вам знакомо. Она называется «Хижина дяди Тома». Из этой книги особенно одна маленькая история запала глубоко в мое сердце, когда я еще был совсем подростком. Я прочитаю вам два-три параграфа из этой книги. Я знаю, что мне не миновать вечных мук, хмуро проговорила старая негритянка. Без тебя знаю, я дурная, я грешница, меня вечные муки ждут. О, Господи, поскорей бы! Том содрогнулся, услышав эти страшные слова, произнесенные хоть и угрюмо, но бестрепетно. «Боже милостивый», — говорил он, — «жалься над ней! Неужели тебе никто не рассказывал про Иисуса?» — спрашивает он ее. «Иисус Христос? А кто это?» «Господь!» — наш Спаситель воскликнул Том. «Про Господа я будто слыхала, и про страшный суд, и про вечные муки, да, слыхала. А про Спасителя, про того, кто любит нас, несчастных грешников, и за нас умер?» «Нет, об этом я ничего не знаю», — ответила старуха. «Несчастная, — сказал Том, — «неужели ты не слышала, что Иисус Христос любил тебя, из-за тебя же умер? Неужто не знаешь, что Он протянет руки помощи, и ты войдешь в Царство Небесное и обретешь там покой?» «Я в Царство Небесное?» — протараторила старуха. «Это куда белые попадают? А если они завладеют мною и там?» «Нет, лучше вечной муки». Я думаю, может быть, так мы сегодня себя видим с вами, смотрим на свою жизнь и думаем, «Меня в Царство Небесное? Я? Да кому я нужна? Да кому же я нужен? Да неужели и правда есть кому-то до меня дело?» И должен вам сказать, что вот в этом и суть всей этой книги, и в этом суть всех этих библейских предсказаний, которые мы с вами исследуем, что оказывается, да, есть, есть Богу дело и до той старухи-негритянки, и до той бабушки, что живет в Днепропетровске здесь, и, может быть, не знает, как дожить до конца недели или до конца месяца, и, может быть, молодой девушке, которая забеременела и думает, что теперь делать и как теперь быть. Есть дело Богу до того, кто стал наркотиками пользоваться, есть тому до того дела, кто в алкоголизме сегодня гибнет. Господь сегодня заверяет нас, что каждого, каждого ищущего Его, Он примет и снимет это бремя с нас. Давайте помолимся о нашей жизни духовной. Господь наш, благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам заверение, что Ты ходатай наш, заступник наш. И если даже, Господи, мы живем в это время, время суда, мы знаем, нам нечего страшиться, нам не надо, Господи, думать о муках вечных, потому что мы знаем Тебя, что Твоя кровь святая, она омывает наш грех и может освободить нас от всех этих болей и от тех грехов, которые мы несем. Я прошу и молюсь за моих друзей в этом зале, за тех, кто смотрит программу с нами. Благослови, Господи, чтобы мы уверились в том, что для Тебя нет невозможного, и каждого из нас Ты готов ввести в свое царство. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова